Друзья, снова интервью с Марком Ричардсом. На сегодняшний день это последняя публикация Кэрри Кэссиди. Здесь я представляю ее заметки от встречи с Марком 8 сентября 2019 года. Новый национальный парк базы ВВС Вандербург. Это новый национальный заповедник в округе Санта-Барбара, штат Калифорния, под названием Джек и Лора Данжермонт. Он был создан, чтобы скрыть огромную подводную и подземную инопланетную базу, которая простирается до Малибу. Эту базу обнаружил в Google и сделал популярный Джимми Черч. Джимми поклялся, что продолжит расследование, но информации от него больше не поступало. В этот национальный парк действительно вложено много денег, чтобы прикрыть огромную базу пришельцев. Марк сказал, что он работает с колледжа. Большая часть того, что он сделал, произошло в 80-х годах. То, в какую торговлю он был вовлечен и кем или чем он торговал, в прессе сильно преуменьшили. Марк полностью согласен со мной, что ранчо в Нью-Мексико, скорее всего, использовалось для доставки людей на базу в Дульсе. Так что был вовлечен не только в коммерцию, но торговля на самом деле рассматривается как более важная с точки зрения преступников. Перемещение полезных ископаемых – это все часть работы. Это относится к истории Юрениум-Уан. Большинство операций не просто односторонние. Это делает арест на самом деле ограниченным тусовочным мероприятием. Марк пытался выяснить, жив ли он еще. Очень возможно, что так оно и есть. Подробнее о порталах. Каждый портал индивидуален. Существует проблема с закрытием портала. Это связано с тем, как закрыть его окончательно. Иногда его разрушение может освободить то, что хранится внутри. Он может взорваться. Поэтому с закрытием порталов нужно быть осторожными. Они могут взрываться и вызвать еще больший хаос. Некоторые порталы соединены со звездными вратами и открываются в другие измерения. Поэтому попытка закрыть их может вызвать проблемы. Еще в 40-х и 50-х годах мы просто взрывали порталы, чтобы закрыть их. И мы действительно не знали, что делаем. Рапторы решили, что мы сошли с ума, раз делаем это. Люди не понимают, что некоторые инопланетяне устраивают что-то братской вечеринке, где они решают, что было бы забавно отправиться на землю для развлечения и убить некоторых людей. К сожалению, в те дни мы использовали ядерное оружие, чтобы закрывать порталы в Неваде и Южной Калифорнии, у побережья. И без всякой необходимости подняли уровень радиации намного выше нормы. Ужасающие инопланетяне. Некоторые из самых страшных инопланетян на самом деле наши друзья. Заправка самолетов в полете осуществляется беспилотниками. Дроны – это искусственный интеллект и думают сами за себя. Есть история об одном дроне, который не подчинился прямому приказу, потому что решил, что это проблема. Даже когда его заверили, что это не проблема, он не поверил людям. Было приказано дозаправить космические корабли, прибывший на базу из космоса. Но дрон отказался. Он начал понимать, что этот беспилотник представляет опасность для людей и базы. Несмотря на то, что люди сказали ему, что это не опасно, он нырнул в землю и уничтожил сам себя. Рапторы. Они не просто подчиняются вам, когда вы отдаёте им приказ. Они уже решили, является ли этот приказ хорошим или плохим. И вы не можете начать обсуждать с ними различные точки зрения, потому что они уже видели все аргументы и приняли свое собственное решение. Так что ими трудно командовать. Новая скорость интернет-соединения закладывает основу для передвижения искусственного интеллекта по планете без ограничений. Марк говорит, что это ключ. Инопланетяне более организованы, чем люди? Не обязательно. Мы склонны думать, что инопланетяне более организованы, чем мы. Но это не так. Многие инопланетные расы спорят между собой точно так же, как мы спорим между собой. Они не так хорошо подготовлены, чтобы иметь с нами дело, как мы привыкли думать. Я спросила Марка, есть ли что-нибудь, что он хочет мне сказать. Некоторые инопланетяне хотят колонизировать нас, а не уничтожать. Им нравится то, что мы умеем делать, например, ювелирные изделия, пиво, шоколад и другие наши таланты. Они хотят, чтобы мы заняли свое место в космосе с нашими навыками. Многие инопланетяне хотят полного раскрытия информации и полноценного сотрудничества. Сканеры TCA. На самом деле они обнаруживают, к какой расе вы принадлежите – к искусственному интеллекту, человеку или инопланетянину. Единственное, что они могут делать – это сосредоточиться на костной структуре, потому что костная структура не лжет. Он всегда пытается твитить сообщения со скрытым смыслом. Он не принадлежит ни одной группе и очень непредсказуем. Марк восхищается тем, как он держится под атаками, не позволяя другим помыкать собой. Согласен, что он, скорее всего, реинкарнация генерала Паттона. Паттон также был очень похож на Трампа. Джон Кеннеди. Марк знал Кеннеди лично. Он говорил, что тот очень любил женщин и многое себе позволял. Много выпивки, много женщин и прочего. Когда Кеннеди приехал в Даллас, он был очень уверен в себе и полагал, что сможет выйти на сцену в Далласе и сказать все, что захочет, и разоблачить всю маскировку инопланетян, ЦРУ и так далее. Пожары в Амазонке, вторжение рептоидов. Марк говорил о пожарах в Амазонке, которые устраивают корабли рептоидов. Они специально запускают пожары в Амазонке. Военные и местные власти должны быть очень осторожны, чтобы богатые благонамеренные люди не спустились в Амазонку и не увидели, как рептоидные суда запускают эти пожары. Гламар Эксплорер. Создан как высокотехнологичный корабль для подъема подводной лодки со дна океана. С тех пор он используется для секретных миссий, а также как место для сверхсекретных встреч. Будущее человечества. Если мы продержимся еще 80 лет, то станем цивилизацией четвертого типа. В настоящее время мы цивилизация второго типа. Примечание. По шкале Кардашева цивилизация четвертого типа представляет собой сверхгалактическое общество, которое не просто может свободно перемещаться через всю Вселенную, но и потреблять энергию каждой галактики. Предполагается, что эти существа могут управлять пространством-временем, победить энтропию и буквально достичь бессмертия. Субтитры создавал DimaTorzok